МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российским солдатам не спрятаться от ВСУ. Ёхан и бабай! Противостояние повстанцев и российской армии продолжается. Ну что ж, друзья, бойцы русского двороводческого корпуса снова будут бои на территории Российской Федерации. Партизаны борются с оккупационным режимом. Давайте вместе очистим наш украинский милитопы от российских требований. Это программа «Деоккупированные». Я Олег Белоусов. Пока противник продолжает отправлять своих людей на верную гибель, ВСУ уверенно движутся к освобождению нашей земли от российских солдат. О жизненно-временно оккупированных территориях и о проблемах вражеской армии далее. Из 90 бойцов после штурма осталось живыми лишь шестеро. В новом телефонном разговоре, который удалось перехватить главному управлению разведки, военнослужащий РФ рассказал о колоссальных потерях в рядах оккупантов на разных участках фронта. О стратегических ошибках командиров, о лжи российских СМИ и о контратаках со стороны ВСУ услышим далее. Если командир ищет упорывы, ему объясняешь так, он ему похуй. По телефону еще рассказать не буду, потом так расскажу, что творится. Да я понимаю. По новостям-то все не показывают, говорят, что все красиво и пушистый. Там вообще красиво все новости. Мы слушаем его. Я сейчас так, когда передают, там где ты, нахуй, посмотрю, что там творится. Там, что-то в последнее время там зопа какая-то была, говорит, нахуй. Ну, сюда под Красно-Лиман стягивали. Да, 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 да. Как-то передают, что там силы стягивают, да, хуй. У них туда ходят, там парады уделят. Думаю, ну, нихуя себе. Как раз и ты там, б***ь. Да, они, по полюсу, бригадами разделились, нахуй. ДРГшники, еб***ь, сейчас. Вот, там глупо пацанов вырезали, нахуй, на днях, нахуй. Ну, а что, б***ь? В смысле? Да ты что? Да, ну, да, минометчиков тут метров, нахуй, б***ь, это от нас, нахуй. И не нахуй-то спали, наверное, не видели, нахуй. И весь блендаш, нахуй. Похуй, приходят там снайперы, б***ь, у них в бригаде, нахуй, пришлёпали, нахуй. Большие потери российской армии обусловлены не только отсутствием опыта и навыков у солдат. Военнослужащие армии РФ жалуются на безрассудные решения командования. Украинская разведка перехватила разговор двух россиян. Военный рассказал о ситуации, которая сложилась для российских войск в районе Кременной. Вот привезли московских, да, позавчера, вот мы поговорили, приезжает три машины БТР, нахуй, полные, забитыми, нахуй, добровольцы. Говорит, парни, объясните парням, как надо двигаться. Мы, короче, просто сели, жопой на снег. Я говорю, вы чё? Я говорю, б***ь, товарищ майор, я говорю, надо уводить вам людей. Я говорю, короче, тут нас сейчас всех положат, три машины БТРа, это, б***ь, они привезли 175 человек на одну позицию, даже не по линии, да, а на одну. Нас как распетрушило, нахуй, и вот от этих пацанов, я тебе говорю, осталось сотка, б***ь, если не 90, б***ь. У них не окопов, они к нам, б***ь, напрыгали. Птичка-то, видишь, как давай нас просто уничтожать. У меня курточка, это сплошной дуршлаг, я, б***ь, я не понимаю, как мне вчера повезло, б***ь. У меня броник, броник, уголки загнулись, нахуй. Более чем 38 миллиардов рублей компенсации не выплатила так называемая власть ДНР за ранения или гибель местных жителей на войне в Украине. Поэтому теперь уже сами солдаты или их родственники массово записывают видеообращения с жалобами. Жители временно оккупированной части Донецкой области массово сообщают о отсутствии компенсационных выплат за ранения и гибель военнослужащих в так называемой ДНР с сентября 2022 года. Обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой посодействовать нам в получении гарантированных государственных компенсаций. Нас тысячи, мы находимся в отчаянном положении. Обращения в государственные органы ДНР и Российской Федерации не имеют результата. Многие месяца мы слышим единственный ответ – финансирование отсутствует. Меня коробит от того, что так относятся к нашим солдатам, к нашим ребятам, которые стояли на передовой, которые кровь проливали. Российские солдаты, хватит быть марионеткой путинского режима. У многих из вас есть родные и близкие, жены, дети, есть любимые люди. Разве вы согласны оставить дочь без отца, только чтобы погибнуть за мечту сумасшедшего старика? Сдавайтесь в плен к ВСУ через программу «Хочу жить». Украина гарантирует человеческое отношение согласно Женевской конвенции. Подробнее о том, как живут российские военнопленные в Украине, рассказал Виталий Матвиенко. Спикер проекта «Хочу жить» – эксклюзивно для Апостров ТВ. Многие россияне в это не верят. Они говорят, что это все спектакль. Но их можно понять, поскольку у них все руководство страной – постановка. И все их успехи – постановка. Но факт есть фактом. Кстати говоря, доступ до этого лагеря имеют и журналисты. Мы организовываем поездки, и у них есть возможность увидеть, в каких условиях содержатся российские военнопленные. Трехразовое питание – возможность играть в игры. Скорее, это даже невозможность, потому что у них такое четко прописано в расписании дня. То, в каких условиях пребывают наши люди – просто кардинально противоположное. Они могут ходить в церковь. Кто из мусульман? Для таких есть специальная комната для мусульман. Они могут играть в шахматы, готовить себе еду. Они там работают, делают мебель, ремонтируют поддоны, получают посылки до 10 килограмм. Я лично видел, когда человеку прислали килограмм сала, два блока сигарет, конфеты, сладкую еду. Все это очень быстро расходится. Горок, цукерки, солодощи – у них оно очень быстро все это расходится. 2 июня во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв в районе порта. Зафиксировано попадание по позициям военных армий РФ. Позднее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что фиксируется бегство россиян со старых позиций. Чиновник саронизировал, что, возможно, климат в регионе не подошел солдатам. По данным Федорова, российские военные начали срочно вывозить оборудование и отводить корабли, которыми планировали вывозить украденное зерно. Глава Бердянской ГВА Виктория Голицына предположила, что ВСУ во время ракетного удара по Бердянскому порту могли поразить российские системы С-300. Во временно оккупированном поселке Михайловка на Запорожье 29 мая произошел хлопок. Об этом сообщило местное издание Риа Мелитополь. Удар пришелся на парковку, расположенную между зданием учебного заведения и рынком, где обычно паркуется множество автомобилей противника. Сначала было слышно три взрыва, за которыми последовал четвертый, еще более мощный. По данным телеграм-канала «Досье шпиона», в результате взрыва россияне потеряли в общей сложности 8 машин, боеприпасы и приблизительно 70 солдат российской армии. В районе Еленовки на трассе «Мариуполь-Донецк» 2 июня раздался взрыв. Подробности сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По имеющейся информации, российские солдаты подорвались на мине, в результате чего погибло трое военнослужащих. Андрющенко отметил, что россияне избегают ответа на вопрос, откуда на дороге в тылу появилась мина. 1 июня русский добровольческий корпус и Легион Свобода России заявили, что проводят очередную операцию на территории РФ. Мы, Легион Свобода России, сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Уже на второй день этой операции повстанцы опубликовали видео, на котором в нескольких местах над приграничным городом Шебекино Белгородской области РФ поднимается дым. Бойцы намекнули, что это их рук дело. Легион объяснил, что на видео показали результат работы по скоплению вражеских войск. Однако в тот день это был не последний взрыв в российском городе. 1 июня в районе села Товарково Калужской области РФ был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает российский телеграм-канал Шот. После падения БПЛА образовалась воронка размером приблизительно 3 на 4 метра и глубиной примерно 1 метр. Обломки аппарата разлетелись в радиусе 100 метров. Никто не пострадал. Руководство Калужской области подтвердило перехват БПЛА. Сообщили, что на месте происшествия работают подразделения МЧС. Стоит отметить, что расстояние от села Товарково до Москвы составляет примерно 170 километров. Крым – это Украина. Движение «Жовта-Сриджка» продолжает свою работу на временно оккупированном полуострове. Активисты сообщили, что только в одном Крыму число участников движения превысило 3,5 тысячи человек. Партизаны говорят, что их работа заключается не только в развешивании ленты, размещении плакатов, но также и в передаче информации о нарушениях прав человека, а также информации о вражеских войсках в чат-бот «Еворух». Активисты ждут момента, когда украинская армия пересечет границу между Херсонской областью и украинским Крымом. Партизаны из движения «Атэш» обнаружили расположение так называемых «зубов дракона» в Херсонской области. Российские солдаты буквально оборудовали оборонительные сооружения на административной границе Крыма и Херсонщины. В «Атэш» подчеркивают, что военные армии РФ продолжают окапываться на тех территориях, которые успели оккупировать, в то время как их пропагандисты призывают захватить Киев. Партизаны заверяют, что Крым станет для россиян западнёй, а окопы их могилами. Несколько месяцев назад во временно оккупированном Мелитополе появилось женское движение сопротивления «Злая Мавка». За это время проукраински настроенным гражданам удалось объединить более 100 активистов из Бердянска, Энергодара и Крыма. Они ежедневно собирают информацию для ВСУ и напоминают россиянам, что они находятся на территории Украины и что им нужно немедленно уйти отсюда. Апостров ТВ удалось получить эксклюзивный комментарий от представительницы движения сопротивления во временно оккупированном городе. «Злая Мавка на связи. Привет вам из Мелитополя. Кто мы?» «Мы женщины, мы в оккупации. Чего мы хотим? Мы хотим выгнать оккупантов из наших украинских городов. Что мы делаем? Во-первых, среди нас есть очень талантливые девушки, которые создают офигенные плакаты и листовки. И главный наш мессенджер оккупантам – это то, что им тут не рады, конечно же, что они нам не пара, потому что очень много орков сейчас сцепляются на улицах к нашим девушкам с попытками познакомиться, и это отвратительно. Ну и, конечно, просто напоминаем им каждый день, что они в Украине, и они должны отсюда уйти. Также мы создали чат-бот, где женщины со всех городов оккупации присылают нам анонимно полезную информацию, которую мы очень удачно используем против самих оккупантов, или же просто пересылаем, если это очень важная информация, пересылаем туда, куда надо, а именно в засу. Ну и, конечно же, наша кухня мавки. Мы знаем, что орки очень голодные к выпивке, особенно сейчас, когда у нас здесь сухой закон, и они шастают по всем домам в попытках выклинчить или просто найти, отобрать хоть какую-то выпивку. Мы решили им облегчить эту задачу, мы нашли лазейку, как им доставить это пойло, и создали свой чудо-напиток, очень паршивый, должна заметить, еще и с примесью лошадиной дозы слабительного. Поэтому последствия вы можете себе представить. Мы будем продолжать, мы будем делать новые и новые акции. Идеи у нас еще полно. Ну и, конечно же, ждать ЗСУ и ждать того дня, когда мы снова будем дома. Злая мавка объявила охоту на российский триколор. Партизаны призывают срывать и уничтожать российскую символику во временно оккупированных городах Украины. Мы сейчас в Мелитополе, мы призываем всех людей в оккупации бороться с вот этими российскими триколорами. Давайте вместе очистим наш украинский Мелитополь от российских тряпок. Это была программа «Деоккупированные». Вскоре все временно захваченные украинские города обязательно вернутся домой. А российская тьма неизбежно проиграет в борьбе за светлое будущее. Слава Украине! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА